Я приветствую, с вами Станислав Шипицын и мы, возможно, с вами на последнем империализме в ближайшее время. Я выбрал ту страну, которая победила в вопросе. А точнее это две страны, США и Канада, которые объединены в лигу МЛС. Всего здесь играет 29 команд. И хоть сейчас становится все более и более популярным саудовское направление, в Америке все еще есть довольно большое количество старых звезд. Играют они не только в Интер Майами, поэтому поверьте, матчи будут многие очень интересными. Ну а для тех, кто не знает, что такое империализм, смотрите в ближайшие минуты внимательно. Сначала мы крутим колесо со всеми командами, выбирается рандомное. В этот раз у нас это Орландо Сити. Теперь мы крутим колесо и смотрим, куда они протокуют, на северо-запад. И таким образом Орландо бросает вызов команде Атланта Юнайтед. И победитель этого матча получит, во-первых, всю территорию противника, во-вторых, лучшего игрока противоположной команды. Итак, кто же этот матч выиграет? И этот матч действительно был равный, до пенальти дошел. Это Атланта Юнайтед, они выиграли 3-0 по пенальти. И за эту победу они получат себе форварда с рейтингом 79 Муриэля. Таким образом, Империя Атланты, конечно, расширяются, но они вышли на границу с самой сильной командой лиги, с командой Месси и Интер Майами. Поэтому будет все очень опасно. Но следующей командой у нас будет, похоже, что Миннесота. Миннесота атакует на юго-запад. И в этом случае они получают просто апгрейд на плюс 2 одному из игроков. Игрока, который получит апгрейд, мы также выбираем на колесе. И плюс 2 у Миннесоты получит их центральный полузащитник. А следующей командой у нас, похоже, что будут канадцы, которые также представлены в МЛС. Это White Caps из Ванкувера. И они атакуют на север ровно. Таким образом, они также получают апгрейд на плюс 2. Посмотрим, вдруг канадцы объединят всю Америку. А выпадает нам, похоже, что или Даутс, или Филадельфия. Все-таки Филадельфия. И Филадельфия атакует на север. Таким образом, они задевают территорию команды Нью-Йорк-Сити. Но Филадельфия, на самом деле, один из главных фаворитов этого турнира. У них аж 3,5 звезды. Столько же, сколько у Интер Майами. И 1-4, да, они громят своих противников. И Филадельфия теперь начинает свой поступ по северо-восточной части Америки. Тут есть шанс получить неплохо апгрейдов, на самом деле. Ну, а теперь нам выпадает, неужели Ванкувер снова? Или Интер Майами? Интер Майами, да, это они. И команда Месси атакует на северо-запад. Теоретически, да, они могли напасть на Остин, если бы двигались прямо на запад. Ну, а так, они просто задевают территорию Атланты. Думаю, будем отдельно ввести подсчет голов Лионеля Месси. Ну, а так же Луиса Суареса. Ничего себе, у него рейтинг аж 84. И так, тоже побеждает. 0-1, Интер Майами. А Гонс и не забил вообще Тейлор. Ну, и Интер Майами получит неплохого игрока с рейтингом 80 Альмаду. Ну, и там Майами делает свой первый шаг на пути к возможной победе. Ну, а нам выпадает, похоже, что Нэшвилл. Нэшвилл, кстати, недалеко от Интера находится. Такую-то не на юго-восток. Но все-таки преобладало там восточное направление, а не южное. Поэтому задевают они территорию команды Шарлот. Есть у Нэшвилла неплохой игрок. Мухтар с рейтингом 80. И они являются все-таки фаворитами. На ползвезды у них больше. И 3-0, да, они побеждают. Ну, и таким образом Нэшвилл двигается к восточному побережью. А у нас тем временем осталось 25 команд. А выпадает нам, похоже, что Лос-Анджелес. Но не Галакси, а просто Лос-Анджелес. Молодая команда из Калифорнии. Такую-то юго-восток. И таким образом, да, они бросают вызов легендарной команде LA Galaxy, где в свое время играл Бэкхэм. Но сейчас команды примерно равные играют. Кстати, Уголья Рис перешел в LAFC. В свое время он в Тоттенхэйме моим любимым играл. Ну что, посмотрим, спасет ли он их. Да, 2-1 побеждает LAFC. И за счет этой победы они получатся центрального полузащитника с рейтингом 76. Таким образом, в Калифорнии остаются только две команды. Это LAFC и Сан-Хосе Куэкс. Ну, а нам выпадает канадская команда Торонто, похоже, что. Или это будет Сиэтл? Все-таки Торонто, да. И Торонто атакует на северо-восток. И таким образом, у нас ждет канадское дерби между ФК Торонто и ФК Монреаль. Ну что ж, Квебек против Онтарио. Торонто против Монреаля. Французский против английского. Кто же выиграет? И выиграют все-таки англичане. А Кинола забивает три гола сразу же. Ну и Мартинес, который в свое время играл в Интер-Майами, но ушел оттуда с приходом Суареса. Сейчас будет играть в команде Торонто. Ну и Торонто сейчас самая большая империя. По крайней мере, если говорить про квадратные метры. Ну а нам выпадает, похоже, что Колорадо. И Колорадо атакует на юго-запад. Колорадо здесь повезло. Не так у них много соседей. И они захватывают спокойно Нью-Мексико. И плюс два получают. Но нам выпадает ФК Цинциннати. И Цинциннати атакуют на север. И таким образом, нас ждет битва за обедение штата Огайо. Матч против Коламбас Крюм. Ну и я рад, что у нас много матчей. И даже когда есть пространство для апгрейдов, команды часто на кого-то нападают, рискуют. И кто же выиграет это дерби? 3-1 Цинциннати. Но они получают неплохого форварда с рейтингом 78 Эрнандеса. Меня, кстати, часто спрашивают по поводу того, не скопировал ли я у кого-то контент. На самом деле, тут ситуация интересная. Я про империализм узнал у американского вообще ютубера. Джеред HD. Можете посмотреть. Причем у него там есть империализмы аж на 700 команд. То есть вообще все команды с FIFA. И вот я помню, что у него любимая команда из Америки это Цинциннати, насколько я знаю. Поэтому будет очень прикольно, если у вас добьется успехов. Но я думаю, что ничего страшного нет в том, что я адаптировал этот, скажем так, формат. Потому что многие люди на английском просто не знают, не могут его посмотреть в оригинале. А впадает там Сиэтл. И Сиэтл атакует ровно на юг. И таким образом они бросают вызов команде Портланд. Какие у меня ассоциации с этими штатами? В Сиэтле, по-моему, проходил не раз Интернешнл, главный турнир по доте. А в Портланде вроде бы живет умер в оригинал. Итак, кто же этот матч выиграет? И 3-1 все-таки Сиэтл побеждает. И они получают неплохого полузащитника с рейтингом 75 Эвандера. Ну а следующая команда на колесе вновь, похоже, что станет Сиэтл. В этот раз они атакуют на северо-восток. Но даже сейчас они не получат никакого апгрейда бесплатного. Они заденут территорию команды Ванкувера Вайткапс. И после этого матча остается только 20 команд. Оба, кстати, эти два коллектива уже получили апгрейды. Паворит все-таки Сиэтл. И кто же победит? И 0-1 за счет гола Морриса побеждают Саундерс. Ну и неплохой центр-форвард с рейтингом 77 перейдет в Сиэтл. Но мне начинает казаться, что этот коллектив может даже дать бой Интер-Майами. Благо у Сиэтла сейчас довольно большое количество пространства для апгрейдов. И Канада, и Север Америки, они пустуют. Но нам выпадает, похоже, что Нэшвилл. И они атакуют на северо-запад. Таким образом, они получают Вирджинию под свой контроль плюс 2. И практически окружают эту маленькую команду DC United из столицы Америки, Вашингтона. Нэшвилл, Сиэтл и Интер-Майами. Я бы так обозначил главных фаворитов. Но нам выпадает Цинциннати. И Цинциннати атакуют на восток. И знаете, Цинциннати несказанно повезло, потому что вот этот вот небольшой перешейк западной Вирджинии отделяет их от Филадельфии и от матча. Так что будет апгрейд в Цинциннати плюс 2. Ну а теперь нам выпадает столичная команда DC United. И DC United атакует на запад. Ну и здесь они были практически полностью обречены на встречу с Нэшвиллом. Только могли на север проатаковать, чтобы избежать этой встречи. Но нет, все-таки нас ждет матч. Америка в этом плане уникальная страна. Там столица это довольно маленький город. Там размером чуть ли не с мою вятку. Ну и естественно это отражается на уровне игры. Там команда всего 2 звезды имеет. Не очень на большая. И тем не менее они выигрывают 2-1 у Нэшвилла, который получил кучу апгрейдов. Удивительно. За счет этой победы они получают себе Мухтара с рейтингом 80. Ну и теперь американский столичный Орлан выглядит довольно грозно. И кстати не так далеко они от Интер Майами. Ну а сейчас нам выпадает команда из Техаса. Хьюстон Динамо. Да, даже в Америке есть Динамо. Атакуют они на юго-восток. Но они просто избегают сражения со своими соседями по штату. И захватывают Луизиану. Ну а следующей командой у нас похоже, что вновь станет Колорадо. Но они скорее всего тоже получат просто апгрейд. Такую-то они на юго-запад. Ну и да, они захватывают Аризону. И продолжают развиваться на юго-западе Америки. Но вот теперь у Колорадо довольно большое количество соседей опасных. Так что даже не знают, смогут ли они ее удержать. Попадает там Даллас. Даллас как раз таки один из этих соседей. Атакуют они на юг. Но Даллас атакуют не на Колорадо. А на другой техасский клуб, на Остин. В этой команде скорее аутсайдеры. У обеих по 2,5 взгляды. Вообще, я так смотрю, в Техасе все-таки футбол не так сильно развит. По командам, по их стиле. Но с другой стороны, вот есть Дриуси. Тоже аргентинский игрок, как и Месси. Итак. 1-3. Даллас побеждает. И получат на себя как раз таки Дриуси после этого. Но нам выпадает Филадельфия. Тоже команда с родным, изначально хорошим составом. Атакуют на северо-восток. Но они получают апгрейд на плюс 2. Захватывают небольшой штат. Причем в Филадельфии нет каких-то суперзвезд. Но в целом, игроки довольно высокого уровня. Практически все за 70. Ну и Филадельфия, я думаю, тоже может побороться за победу в этом империализме спокойно. Но выпадает нам Сиэтл. И Сиэтл атакует на запад. Ну и да, Сиэтл добирается аж до Аляски. Ну а нам, наконец, выпадает Интер-Майами. И банда Месси атакует на запад. Но они забирают просто вот этот штат и получают плюс 2. Грейд у Интера, кстати, получит слабое звено в их команде. Вратарь. Теперь календар будет не 71, а 73. А теперь нам выпадает снова Даллас. И быки из Техаса атакуют на северо-запад. Но они задевают краешком вот эту территорию и получают также апгрейд плюс 2. Ну а сейчас нам выпадают кто? Столица или Колорадо? Все-таки Колорадо. Ну там уже назревает матч против Далласа. Атакуют они прямо на запад. Ну и там, если присмотреться, можно увидеть то, что есть совсем небольшое отклонение на юг. Поэтому у Колорадо задевает все-таки территорию команды LAFC. Нас ждет матч. Ну и LAFC с Уголья Рисом, я думаю, что могут побороться за победу в этом матче. Плюс у них есть левополузащитник с рейтингом 80. И 1-0, да, они побеждают, но только в овертайме. Вратарь им, конечно, не нужен. А вот Михайлович с рейтингом 74 вполне подойдет. Ну таким образом, довольно большая вероятность, что нас ждет встреча между Техасом и Калифорнией в ближайшее время. Двумя такими разными и самыми известными штатами Америки. Ну а нам выпадает или Интер-Майами, или Филадельфия. Все-таки Филадельфия. Тоже один из фаворитов. Атакуют они на юг. Но они захватывают Мэриленд, приближаясь к Цинциннати и в столичном DC United. Ну а теперь нам выпадает Миннесота. У Миннесота там довольно большое пространство для апгрейдов. Атакуют они на юг. Но стоит отдать должное Миннесоте. Они решили атаковать не на запад и не на восток, чтобы получить апгрейд. Они задевают территорию команды Спортинг из Канзас-Сити. Сейчас мы узнаем, кто победит в этом противостоянии. И это все-таки Миннесота. Да, они атакуют, побеждают. 2-1. Но в Миннесоту отправится левый защитник, 71 рейтинга. Потому что у них в основе стоит чувак с рейтингом 50 сейчас. Так что вот такое у них будет усиление на 21 пункт. Ну и Миннесота, похоже, что планирует просто разрезать Америку на две части. Западную и Восточную. Теперь же нам выпадает ФК Цинциннати. И Цинциннати это код на северо-запад. И Цинциннати просто получает апгрейд на плюс 2. Постепенно окружая территорию Великих Озер. Ну а нам выпадает Интер-Майами. Рад, что команда Месси все-таки достаточно активна. Атакуют они на восток. Но они захватывают Южную Каролину. Увеличивая свою границу с DC United. И получают еще плюс 2. Апгрейд у Интер-Майами получит правый защитник. Ну и Интер-Майами усиливают своими на слабые звенья. Ядлент теперь будет иметь рейтинг 72. А выпадает нам вновь Миннесота. Неужели снова на юг проатакуют? Нет, в этот раз на северо-запад. И Миннесота получает еще один штат и плюс 2. Ну а теперь нам выпадает Хьюстон Динамо. Будет ли у нас битва за бедение Техаса? На северо-запад они атакуют. И да, они наступают на Даллас. И победитель этого матча получит весь Техас. У Далласа, кстати, есть Дриуси. Есть и Лароменди. Две неплохие звезды с рейтингами под 80. Должны они выигрывать. И... 2-1. Да, Дриуси делает дубль. И Даллас получает неплохого полузащитника 78 РРУ. И вот так у нас выглядит карта, когда осталось ровно 15 команд. Половина турнира. И нам выпадает, похоже, что Реал Солт Лейк Сити. Там все время Олимпиада проходила. Атакуют они на северо-запад. И за эту победу они получают под контроль Неваду и апгрейд. А теперь нам выпадает ЛАФС. А ЛАФС атакуют ровно на север. И да, таким образом они как раз таки атакуют Реал Солт Лейк Сити, который только что получил апгрейд. Но ЛАФС достаточно фабориты в этом матче. У них как раз на звезду больше. Но и у Голи Рис на воротах меня не может не радовать. Но они проигрывают 0-1. Ну, после этой неожиданной победы, после этой сенсации Буанга, левый вингер перейдет в Реал Солт Лейк Сити с рейтингом 80. Неужели название Реал так усиливает команду? Ну, Империя Реала теперь выглядит достаточно эпично. Теперь же нам выпадает Цинценати. И Цинценати атакуют на северо-запад. И да, таким образом они задевают территорию команды Торонто. И нас ждет битва между Америкой и Канадой. Торонто это последняя канадская команда. Хотелось бы, чтобы она подольше поддержалась. Тут у нас Инсиния даже играет. И да, они выигрывают тут Цинценати 2-1. Валевая победа. И в Торонто переходит Акоста, плеймейкер с рейтингом 79. Следующие команды на колесе у нас похоже, что впервые будет Сан-Хосе Квейкс. Незаметно они осиживались, но вот включились в борьбу. Атакуют на юго-восток. И да, последняя команда из Калифорнии бросает вызов Реал Солт Лейк Сити. Интересно, что Квейкс у Сан-Хосе это сокращение от Earthquakes. То есть от землетрясений. По сути дела, они иронизируют над катастрофами, которые в их регионе происходят. Ну, странно, но ладно. Кто же этот матч выиграет? И это Реал Солт Лейк Сити продолжает продвигаться дальше. 3-0 они выигрывают. И да, Мормоны из Юты умудряются объединить Калифорнию. Остается только 12 команд у нас. Не так уж и много. Попадает нам вновь Реал Солт Лейк. Может быть они еще и на север пойдут? Да, они это делают. На северо-восток. Ну, я просто думал, что они позарятся даже на Сиэтл. Но нет, пока что просто берут апгрейд. Плюс 2 это захват Айдаха. Ну, а нам что? Вновь Интер Майами выпадает. Возможно, будет даже матч. Месси, Суарес, Бускец атакуют на север. И да, это происходит. Интер Майами против DC United. Ну и что? Ждет ли нас первый гол Лионеля Месси в этом империализме? 1-3. Да, Интер Майами побеждает. Забил Суарес, Месси и Кампана. Ну и в Интер Майами перейдет Мухтар с рейтингом 80. Ну, а Лионеля Месси уже захватил столицу Америки и не думаю, что планирует останавливаться. Но есть там у них еще сильные противники, в том числе Филадельфия рядом. А выпадает нам Сиэтл. Сиэтл атакует на восток. Ну и, конечно же, еще один апгрейд на плюс 2 и движение на восток. Ну и теперь получается так, что Сиэтл, Торонто, две самые большие империи у нас. И Сиэтл с окраины тоже один из главных фаворитов, я думаю, будет. И в Нопинина выпадают. И они продолжают двигаться на восток. Но они забирают себе очередной штат, в котором, я думаю, проживают только эскимосы. Первый голкипера рейтинг 74. Но выпадает нам что? Интер Майами или Нью Ингланд Революшн? Все-таки Нью Ингланд Революшн. И они движутся на северо-запад. Но они также получают просто апгрейд, плюс 2 за Нью Гэмшир. Но зато их флаг станет чуть более читаемым на карте. Но нам выпадает один из Рэдбулов, Нью-Йорк. И они атакуют на запад с небольшим вклиняем на юг. И даже они получают апгрейд, захватывая Нью-Джерси. Ну а нам второй раз подряд выпадает Рэдбул Нью-Йорк. В этот раз они атакуют на северо-восток. И таким образом они задевают территорию команды Филадельфия Юниан. Ну и после этого матча у нас останется ровно 10 команд. Фавориты, конечно же, Филадельфия Юниан. И 2-1 не побеждают. Получится в команду неплохого игрока с рейтингом 79 Фортберга. И у нас осталось ровно 10 команд. Это Seattle Saunders, Real Salt Lake, FK Dallas, Inter Miami, Chicago Fire, Minnesota, St. Louis City, Philadelphia Union, New England Revolution и FK Toronto. Дойти до десятки это уже достижение. Но посмотрим, кто же именно выиграет. Выпадает нам последняя канадская команда Торонто. Торонто движется на юго-запад. И да, таким образом Торонто задевает территорию команды Филадельфия Юниан. И нас ждет очень интересный матч. Но если этот матч Филадельфия выиграет, то мне кажется у них есть все шансы получить даже четвертую звезду. Итак, 3-2. Нет, Торонто побеждает за счет дубля Инсиния. Нет, даже хитрика. Ну и в Торонто перейдет Фортберг. Ну и знаете, нападение Торонто выглядит очень неплохо. А тут у нас и Инсиния, который чуть ли не лучший бомбардир турнира Фортберг, Бернадеши и Акоста. Ну а канадцы доказывают нам, что не только в хоккей умеют играть. Ну а кто же нам сейчас выбадет? Это вновь Торонто. В этот раз они атакуют на юго-запад. Ну и таким образом они задевают северную часть территории Миннесоты. И нас ждет очередной матч с этой командой. Но мне кажется Торонто с таким нападением должны побеждать. И... Нет, они 1-2 проигрывают. Вот это да. Инсиния перейдет в Миннесоту. Достойно сражался с Торонто. Но все-таки вылетели они. Ну и вот вам империя Миннесоты. Она мне кажется уже даже больше, чем империя Сиатла. Но все еще по составу никто с Интер Майами, думаю, не сравнится. А попадает нам кто? Похоже, что это... Нью-Ингланд Революшн. И они движутся на запад. Ну и они бросают вызов всей этой огромной империи Миннесоты. Но я буду болеть за Нью-Ингланд только потому, что их название красивое. Итак... 2-3. Нет, они проигрывают Миннесоте. И тут Пуки делает дубль. К ним в команду придет Гилл с рейтингом 81. Посмотрите, какие сильные фланги у Миннесоты. Гилл и Инсиния оба за 80. Да, это было смело, но пока что Миннесоту так просто не взять. А кто же на выпадает? Она или Чикаго Фая. Все-таки Миннесота. Миннесота движется на северо-запад. Таким образом, нас ждет очередной матч с Миннесотой. Чуть ли не третий или четвертый раз подряд. Они бросают вызов Сиэтлу. 2 команды 3,5 звезды по рейтингу будут бороться с объединением всего Севера Канады. Я думаю, оба состава заслужили победить. Хотя в Паворит все же больше Миннесот. У них 2 очень хороших игрока. Но нет, они проигрывают 1-2. А, Делавега делает дубль. И в Саунтерс переходит Гилл с рейтингом 81. И тоже состав Сиэтла сейчас очень даже неплохо выглядит. Почти все игроки там 70+. Но Империя Сиэтла сейчас вот такая вот огромная. На нее много кто может еще позариться. Но вот пространство для апгрейдов у них все еще есть, как ни странно. Но осталось ровно 6 команд. Не так уж и много. Проходит у нас Интер. Выпадает нам Даллас. И Даллас стукнет на восток. Таким образом, Даллас выходит на прямую границу с Интер-Майами. Ну а сейчас она выпадает снова Нинтер-Майами. Близко, конечно. Реал Сотлайк Сити. Команда, конечно, уже прыгнула выше головы. Двигаются не на север. И они бросают вызов Сиэтл Саундерс. Самой большой империи. Ну и Сиэтл все-таки к этому матчу, думаю, фавориты не подходят. Но Реал Сотлайк Сити уже удивляли нас. Но не в этот раз. 1-2. Даже в меньшинстве они все-таки удержали преимущество. Эвандер и Голд забили голы. И Саундерс все получают вингера с рейтингом 80. Ну и честно, начинает казаться, что только Месси может остановить Сиэтл. 5 команд у нас осталось. И нам выпадает Сиэтл Саундерс. Они должны получить какой-то апгрейд. По идее, атакуют они на Юго-Восток. Ну и вот очередные плюс 2 для них. И плюс штат в Канаде. У нас осталось 5 команд. И если Интер-Майами далось понятно, что Сиэтл Саундерс атаковали очень много, то вот Чикаго Фая и Сент-Луис Сити просто тихонечко так тут сидели. И может быть даже еще кого-нибудь выиграют. Интересная пятерка, конечно. Неужели нам Интер-Майами наконец выпадет? Да, это они. Интер-Майами такой на Юго-Запад. И Месси бросает вызов Далласу. У нас звезду больше у Интера. Но вдруг Дриуси как-то удивит. Или Ромэнди. Итак. 0-1. Луис Суарес сначала не забил пенальти, но все-таки реабилитировался и выиграл игру. Ну и в Интер-Майами перейдет и Лера Мэнди. Хорошее усиление. Вместо игрока с рейтингом 72 станет игрок с рейтингом 79. Ну и такие рейтинги очень солидные у Интера. Ну и что же. Интер-Майами максимально близок к Сиэтлу. Потеряли мы, конечно, последнюю команду из Техаса. Немного жаль. Нам второй раз подряд выпадает Интер. И они атакуют на север. Было там небольшое отклонение на запад, но его недостаточно. Поэтому только плюс 2 получит сейчас Интер. Абэгрейд, кстати, у них левый защитник получил. Это Жорди Альба. В этот раз нам выпадает, наконец, Сент-Луис Сити. Долго не отсиживались. За топ-4 додержались. Атакуют на северо-восток. И они бросают вызов еще одной незаметной команде Чикаго Фая. У них, похоже, что своя борьба. Пока там Интер-Майами и Сиэтл-Саундерс захватывают всю Америку. Но хотя, кстати, у Чикаго Фая не такой уж и слабый состав. Даже родной. И 3-2 они побеждают в дополнительное время. Шакери забил, Купер забил. Состав нет очень интересный даже. И в Чикаго Фая сейчас перейдет в Бюрки. Братарь Баруси и Дортмунд бывший. Ну вот такая у нас карта. Сиэтл-Саундерс, естественно, самая большая империя. Потом Интер-Майами. И совсем небольшая у Чикаго Фая. Но это, знаете, мало о чем говорит. Выиграть может кто угодно. А впадает нам Сиэтл. Сиэтлу выгодно нападать. Не могут получить абгрейды. Вот на юго-восток атакуют. Получают очередной штат в Канаде и плюс 2. И в этот раз нам выпадает Чикаго Фая. Ну что ж, будут ли они на кого-то нападать? На юг они идут. Но там было отклонение на запад. Поэтому получают они очередной штат. И плюс 2. Пока что команды, конечно, не хотят сражаться. Хотят точно финал пройти. И так Чикаго Фая вновь выпадает. В этот раз идут они на северо-запад. И они этим самым атакуют Сиэтл. И значит, что в любом случае Интер-Майами будет в финале Лионель Месси. Но сейчас вопрос в другом. Сможет ли Чикаго Фая неожиданно остановить уверенную поступь Сиэтла? Которую очень многих уже выбили. Нет, не смогли. Но только по пенальти 5-4. Все гола они тут забили. А вот Куперс испортил всю малину. Ну и после этой победы у Саундерс будет крутой вратарь Бюрки. 77. Ну и вот так у нас сейчас карта выглядит. Скоро будет финал. Сиэтл Саундерс может быть даже чуть больше заслужили победу. Но в любом случае им главное выиграть будет финальную игру. Итак, кто же нам выпадет? Это будет Сиэтл Саундерс. И значит они скорее всего получат еще один апгрейд. И уравнивают они силы к финалу постепенно. Двигаются на юго-восток. Они забирают еще одну территорию канадскую. И еще плюс 2 получают. У Сиэтла апгрейд получит их центральный полузащитник. А нам выпадает в этот раз уже Интер-Майами. А вот они уже скорее всего нападут на Сиэтл. Двигаются они на северо-восток. И да, вот таким образом они задевают одну из частей территории Сиэтла. Но я предлагаю вам посмотреть на составы перед финалом. У Интер-Майами очень мало слабых мест. Разве что центральные защитники послабее будут. А так конечно же Ленель Месси, Суарес, Бускец, Альба. Но Саундерс тоже не лыком шиты. У них хороший вратарь. У них неплохая атака. И тоже только один центральный защитник слабый. На самом деле составы примерно равные. Может быть чуть-чуть сильнее у Интер-Майами. Атака все-таки их мощная. Тут и Суарес, и Месси. Но в остальном полузащита-защита примерно равные. А вратарь даже у Саундерс получше. Ну а я вас приветствую на финале между Интер-Майами и Сиэтл Саундерс. Наверное это был один из самых предсказуемых империализмов. Ну такое тоже бывает. Не всегда же все-таки побеждать маленьким командам. Все-таки Лионель Месси и его бывшая барселонская команда, их связки победили всех. Ну сейчас кстати Интер-Майами тоже очень успешно начали МЛС. Поэтому не стоит удивляться. Но Сиэтл Саундерс, кто мог подумать, что они выйдут в финал. Я отлично не ожидал. Все-таки больше ожидал увидеть Филадельфию в той же самой финале. Сейчас это не так важно. Я думаю, что скорее всего в это воскресенье уже, то есть через неделю после того, как я записываю этот финал, я проведу суперфинал среди победителей всех империализмов. Напоминаю, что это восьмой империализм в нашей серии, если не считать Фу-10, который, естественно, не входит в общий список, потому что игроки с Фу-10 не могут играть в 24-й. И мы составами среди всех победивших команд проведем турнир на стриме. Я надеюсь, что вы придете на него в воскресенье вечером. Если все получится, я сделаю анонс. Смотрите за каналом. А вот уже первый удар. И очень опасно было у ворот Сиэтла. Не совсем понимаю, кто бил. Там бил Мухтар. Хороший удар, но все-таки мимо. И Сиэтл пока что держится. Но Бюрки это неплохой вратарь. Понятно, что это уже не в самой лучшей форме игрок находится. Но 77 рейтинга это не слабо. Жоа Пауло. Один из самых правых игроков Сиэтла. Тот человек, который будет центр держать. Возможно, то, что эту игру сможет выдержать. Но посмотрим. Будет тяжело оставить Месси. Это понятно. Будет по флангу выдавать пасы на Суареса. У них тут очень высокие рейтинги до сих пор. Да, в жизни может у них пониже все-таки будет. Ну, какая уже разница-то. В любом случае, это игра. Но пока что Сиэтл медленно атакует. Бускетс тут накрывает. Сразу же Бускетс так просто не пройти. Это понятно. Эвендер с мячом. На Дила. Но Дил тоже с хорошим рейтингом. И проходит пока что полузащиту Сиэтла. И все-таки продвигается вперед. Ой, не Сиэтла, а Интер Майами, да? А Сиэтл продвигается вперед. У нас Буанга с мячом. Едлин против него. Возможно, это фол какой-то. И просто Буанга его переиграл. На Дила. Вот уже в штрафной площади Сиэтл. На Нуху. Нуху. Будет пас на Пауло. И Пауло может даже сюда ударить. Теоретически попробовать. Вместо этого пас. И Ролдон на подборе. Ролдон все еще с мячом. Он уже в штрафной. Может пенальти пробовать заработать. Ролдон бьет. Но нет. Все-таки его останавливают. А вот центральные защитники Интера. Наверное, их слабое звено. Но здесь хорошо они отыграли. Не подставили Интер Майами. Не подставили Леонеля Месси. И Жорди Альба в атаку подключается. Как и в старые добрые времена. Жорди Альба. Он может атаковать. Не только защищаться на Мухтара. Мухтар. Он уже бил один раз. Он не боится. Он не думает. То, что он тут в команде какой-то не такой. Он тоже хочет показывать себя. Он не хочет оставаться в тени Леонеля Месси. Это заметно. Он уже бьет. Альмада. Сейчас с мячом. В основном по флангу. Кстати, вот именно Мухтар атакует. Заметьте. Альба. Мухтар. Но Ролден пока что обороняется неплохо. И мяч перехватывает. Все-таки первые полчаса игры прошли. И счет 0-0. Да, Интер Майами играет лучше. Это ожидаемо, что они играют первым номером. Но какая разница. Возвращаясь к финалу. Нас ждет турнир среди восьми команд. На вылет сразу же. Все команды будут играть. Причем составами, которыми не победили в империализме. Это будут две команды, которые победили в российских империализмах. Команды, которые победили в Сулцко-Авийском империализме. Я уже не буду спойлерить, какие команды победили. Можете еще посмотреть. Итальянский империализм. Два еврокубковых империализма тоже. У нас уже был английский империализм. Итак, в атаке у нас, хотел сказать, Сиэтл. Но уже вроде бы перехват был. Но смотрите, снова с мячом Сиэтл. Удар. Ну, кстати, в дождь. Близо средней дистанции. Это неплохая идея. Да, тут календарь поймал. Уж извините, что я иногда фамилии неправильно произношу. Все-таки я футбол не так давно начал смотреть. Прям очень много. До этого у меня был большой перерыв. Но что поделать. Буду называть календарем. Чтобы максимально смешно хотя бы все выглядело. Итак, Суарес на Месси. Едлин с мячом. Месси. А может Месси ударит просто и все. Нет, пока что тут, наверное, было ударять бессмысленно. Все-таки Бюрки это хороший голкипер. Нет смысла его тут проверять. Едлин, кстати, тут уже свистеть будет скоро. Я думаю, арбитр. Нужно атаку до ума доводить. Вот Леонель Месси с мячом. Лео Месси. По второму номеру почему-то играет. Я не знаю. Но в итоге до удара так и не дошло. И первый тайм заканчивается счетом 0-0. Может, это вообще ждет ничья и серия пенальти. Кто знает. Ну что, начинается у нас второй тайм. Пока что замены я не вижу. Ох, хороший отпор от Бюсткетты. Причем чистый. А вот здесь на Суаресе. А здесь тоже, я думал, фолд будет. А нет. Оказалось, что все ответили таким же эффектным отбором. И все-таки не пытаются какую-то контратаку придумать. Но Авелес делает перехват. И нужна какая-то атака. Аут зарабатывает хотя бы. Главное, что мяч не потеряли на своей половине поля. Игроки Интера вместе с мячом. Вместе по флангу это всегда опасно. Опасно Суарес. А Суарес, почему никто не встречает? Я не всем понимаю. Раген отстает. Суарес уже в штрафной. Ну ладно. Да удар вряд ли дойдет. Удар. Суарес тут бил. И... Это бил не Суарес, это другой бил. Ну, в общем, уже не так важно. А нет. Месяц 50 номер. Почему-то показал, что это второй номер. Блок ставит защитник Сиэтла. Так. Вместе с мячом. А, это Альба. Альба с мячом. Илором Энди. Альба. Просто немножко багается график, я смотрю. Поэтому я могу, да, ошибиться. Вот сейчас вместе с мячом. Это точно. Лионель. На Суареса. Пока что перепасовочка какая-то на фланге. Но этого, мне кажется, недостаточно. Нужно уже обострять все-таки. Илором Энди. Суарес. Ну, вот отбор хороший у Сиэтла. Сиэтл не пасует. Не сдается. Они, хоть и играют и против Яна Гаварита, они не боятся себя показать. И пытаются выиграть все-таки. Не пропустить. Может быть, до пенальти дотянуть. Но ухуд с мячом. Ну, вот уже атака какая-то. Но здесь хороший вынос головой. Но все-таки подбор за Сиэтлом. Но Месси на перехвате. Но он теряет мяч. И даже Месси мяч может потерять. Брак у него тоже бывает. Ноуху с мячом. Протнего Едлин. Назад на Буангу. Буанга. Протнего Лионель. Но Лионель не самый лучший защитник все-таки. Но Лионель вынуждает ошибиться на Уху. Какая-то желтая карточка уйдет. И Интер возвращает себе мяч. Вот тут за этот грубый довольно фолл на Жорде Альбе. Вот карточка. Но пока что игра все равно довольно равная. Потом даже не зная. Может быть и на Житой овертайм. И пенальти. Кто знает. Альмада. Бускец. Пока что замены я не видел. Если честно. Так. Суарес. Ну Раген против него. В этот раз как он сыграет? Обратно на Месси. Пока что Месси не бил. Что интересно. Едлин. Снова на Месси. Лионель. Лионель. Это очень. Может быть опасно. Может быть пенальти. Нет. Здесь чисто не отобрали. Но все равно ошибочка. И подбор за Интером. Альмада. Мухтар. Мухтар на опаснейшей позиции. И Мухтар. От которого может быть не так ожидали гола. Все-таки открывает счет. И 1-0 в пользу Интер Майами. Кстати. Лионель по-моему зависит от уровня. То ли 1. То ли 2. Мень сейчас забил. Я тоже думал. Что бы быть лучшим бомбардиром. А по факту. Забивали другие игроки. Что радует на самом деле. Что Интер Майами. Это действительно команда хорошая. Не просто Месси. И какая-то его компания. Какие-то его друзья. Изабевает вообще игрок. Который не имеет никакого отношения. К изначальному составу Интера. Мухтар. Не помню. Откуда перешел. И так важно. И 1-0. Интер Майами выходит вперед. И 20 минут только у Сиэтла. Чтобы отыграться. Ханни Мухтар. Есть отбор. Не знаю. Тут чисто. Тут снова. Заметно. Он все еще помнит. Как нужно играть в футбол. И как нужно играть в полуэщите. Жестко. Но. В мяч. Самое главное. Что бы. Какие-то желтые карточки. И фолы. Не получить лишнее. Ну вот. Интер Майами. Все таки ошиблись. Наконец. И Буанга идет по флангу. Буанга. Противу Едлин. Подача. Здесь на Далавегу. А может Ролден сейчас ударит. Нет. Нет. Не получилось ударить. Какая-то толкотня. Но. А Виллис даже. На углу. Мяч не дает увести. Ролден. Правда. Выграл борьбу. Ролден. Выграл борьбу. Сейчас уже появляются какие-то шансы у Сиэтла. 15 минут у них еще играть. Можно парочку вот так провести. Так. А Виллис. Против Ролдена. Подача. Нет. Не самая удачная. Виллис. Едлин. Главное. Сейчас никакого брака. Потянуть время можно. Едлин. Назад на Кривцов. Это еще фол какой-то был. Все хорошо. Интер Майами пока что не отпускает эту игру. Это видно. Альмада на Мухтаро. Ну в реальности. Интер Майами заняли чуть ли не последнее место в МЛС. Но там нету зоны вылета. Насколько я знаю. Поэтому. Все у них хорошо. Они закупили новых игроков. И сейчас уже думаю. Что будут готовы бороться. Если не за победу. То за высокие места. Хотя. Естественно. Месси хочет выиграть. Я думаю. Еще один чемпионат. Что выиграл. Он уже Испанию. В Играл Францию. Нужен какой-то третий. Титул. Я думаю. Чемпион Америки. Но это про реальность. Если выиграть Сиэтл. То в финале мы уже Месси не увидим. Так. Ролдон с мячом. На Далавегу. Далавега. Обратно Ролдона. Жди. Как здесь опасно. На самом деле. Ух. Скинка какая неудачная. Но. Проходит мяч мимо ворот. Тут естественно будет желтая карточка. Вот такой-то старый эпизод. У Педро Далавеги. А момент сейчас был очень опасный. Но я боюсь. То что этот промах станет решающим. Потому что. Показываю желтую карточку. Потому что если бы. Не промах. То было бы 1-1 скорее всего. А так. Сейчас потянут время Интер Майами. И календарь. 20 ударит. Не в пас. Разыграет. Сейчас выбит мяч. И. Я думаю. Что уже не будет времени. У Сиэтл на атаку. Тем более с мячом Леонель Месси. Нет. Он тут ошибается. Суарес под Катти пытался сыграть. Так. Последние минуты матча. Но. Что-то тут на уху не торопится. Если честно разыгрывать. И свистит судья. 1-0. Интер Майами. И становится чемпионами. Американского империализма. И выходят последними. В суперфинал. Ну. Заслуженная победа. Что я могу сказать. Самый сильный состав. Самые сильные звезды. Ну. И мне как стороннику. Фанату. Даже сказал. Биллионель Месси. Приятно видеть. То что они побеждают. И Хэнни Мухтар. Вот он удивил. На самом деле. Он два раза бил. Другие игроки. Интер Майами. Даже по-моему. Не били. Просто. Вот Мухтар. Оказался. Нужный момент. В нужном месте. Ну а на этом. Ребята. Я с вами прощаюсь. Я надеюсь. То что мы с вами встретимся. Уже в эти выходные. На стриме. Я надеюсь. То что формат. Симуляции. Игр фифе. Формат какого-то империализма. Это будет формат. На котором можно будет спокойно пообщаться. Про футбол. И вам будет действительно интересно. А это все. Пока. Пока.